Валентин Юрьевич, я рад вас видеть, давно хотел с вами познакомиться и вопрос первый главный. Что ждет рубль? Что будет с рублем уже к Новому году? Падение, рост, ваша оценка? Что будет с рублем? Ну для начала надо понять, что такое рубль. В Конституции Российской Федерации написано, что это национальная денежная единица, имитируемая Центральным Банком, но если так разбираться вот в этой механике, как имитируется Центральным Банком рубль, то мы должны сказать, что рубль это перекрашенная иностранная валюта. То есть? А так, вы немножко бухгалтерский учет представляете себе? Ну чуть-чуть. Ну вот баланс любой организации, активы, пассивы, да? Значит имитируемые рубли в пассивах, а в активах иностранная валюта. У нормального Центрального Банка в активах должны быть кредиты, которые в конечном счете доходят до реальной экономики через банки. А в пассивах, естественно, вот эти самые национальные денежные единицы, рубли. Это в нормальном Центральном Банке. Ну а у нас на самом-то деле это не Центральный Банк, если так строго по учебникам, то это то, что по-английски называется currency board, валютное управление. Это то, что вот характерно для стран третьего мира, которые там входят в какую-то колониальную систему, в какую-то валютную зону. Там есть метрополия, вот есть валюты метрополии, предположим, британский фунт, французский франк, американский доллар. Но вот они, значит, делают вид, что у них есть своя национальная денежная единица. Они под британский фунт, фунт под французский франк, под американский доллар, печатают свои какие-то цветные бумажки. Вот, извините, я так жестко объясняю механизм рождения нашего рубля. Это перекрашенная иностранная валюта. Раньше я более жестко говорил, это перекрашенный американский доллар. Но сегодня, значит, в структуре валютных резервов доля американского доллара снизилась. Появляются другие валюты, но иностранные. Соответственно, мы зависим от этих иностранных валют. Поэтому, конечно, рубль, он производный от состояния вот этих самых резервных валют. Так объясните, пожалуйста, если во всей Европе нет ничего, как известно, кроме бурого угля, в нашей земле, то есть наш рубль обеспечен золотом, платиной, нефтью, газом, металлами, всем на свете, лесом, рыбой, чем угодно. У нас товара выше крыши. Андрей Викторович, вашими бустами да мед пить. То есть, так и должно быть. Рубль должен быть обеспечен товарной массой. Если он обеспечен товарной массой, то тогда не будет ни обесценения рубля, ни какой-то там, наоборот, значит, повышения его покупательной способности. Так не проще ли было бы заставить весь мир покупать у нас наши рубли? На наши рубли покупать у нас нефть, газ, все, что мы экспортируем сегодня за валюту. Рубль сразу падает, то есть поднимается в цене и уже стоит не 73, там, или сколько-то сегодня по отношению к доллару, а один к одному, потому что доллар тоже ничем не обеспечен, кроме как нефтью в Техасе, но, естественно, промышленностью. Но американский доллар обеспечен казначейскими бумагами, обещаниями заплатить в будущем. Тем более, да, долговыми обязательствами. Не умнее ли заставить весь мир покупать наш товар за наш российский рубль, как это было при царе-батюшке, когда в Париже купцы русские золотым червонцем платили за водку в кабаках парижских? И тогда рубль и доллар будут один к одному. Я неправильно говорю? Я не совсем с вами согласен. Это действительно такая распространенная мечта насчет того, чтобы рубль стал мировой валютой. Рубль – национальная денежная единица. Вот американцы прекрасно понимают, что когда они сделали доллар мировой валютой, то внутри страны появляются проблемы. Ни в коем случае. Рубль должен быть национальной денежной единицей, которая обслуживает внутреннюю экономику. Значит, количество имитированных рублей должно соответствовать товарной массе, произведенной национальной экономике. А если рубль будет гулять через границу туда-сюда, валютные спекулянты будут потирать руки и радоваться. Смотрите, вот во времена Александра Второго начались реформы. Реформы самые разные. Не только там освобождение крепостного крестьянства, но и правовая реформа, финансовая реформа. Рубль стал как бы гуляющим через границу. Немедленно российским рублем начали играть биржевики на берлинской бирже, на лондонской бирже, на французской бирже. Рубль начал скакать. Настоящая денежная единица не должна скакать. Должен быть фиксированный валютный курс. Скажите, сталинские рубли интересовали мир? Сталинские рубли? Советские, да. Вы же жили, часть своей жизни провели в Советском Союзе. Вы прекрасно знаете, что была государственная валютная монополия, и через границу ни один рубль не должен был уходить за границу. Ни в коем случае. Но доллар-то стоил 62 копейки. Дело в том, что это же не просто так придумывал Госбанк СССР, вот этот самый курс. Это курс, который определялся на основе соотношения корзин, так называемый ППС, паритет покупательной способности. Вот наполняем корзину какими-то жизненно необходимыми товарами, услугами, и вычисляем, значит, сколько это будет в рублях по нашим российским или советским ценам. Потом то же самое делаем, переводя это на американские цены в американские доллары. И вот эту пропорцию определяем, она называется ППС, паритет покупательной способности. И Госбанк, в общем-то, он достаточно так объективно считал все это дело. Я, конечно, помню даже в советское время, мне приходилось объяснять людям, которые, значит, пытались считать ППС на основе стоимости джинсов где-нибудь там, значит, у этих... Доброфорцовщиков, да. Вот, ну извините, это же не корзина товаров. А если бы вы в эту корзину товаров положили бы еще услуги за ЖКХ, а я в Америке бывал, и я знаю, что такое ЖКХ американское в те времена, то мало не покажется. Сколько должен стоить сегодня доллар в рублях? Сегодня, значит, российский рубль недооценен по отношению к доллару в два раза. Реально, я думаю, он где-то должен стоить 35 рублей за доллар. Почему же такая ужаса, 70 с лишним? А я могу объяснить, почему. Прошу вас. Я вам могу объяснить, потому что против рубля идет игра. И знаете, кто играет против рубля? Центральный банк, прежде всего. Набиулина. Конечно. Зачем она это делает? А как? Дело в том, что центральный банк, он же валютный обменник, currency board, он встроен вот в эту мировую систему, которую сконструировали хозяева денег. Наверху этой пирамиды находится Федеральная резервная система США. Там где-то рядом банк международных расчетов, как генеральный штаб всех центральных банков. Ниже находятся такие центральные банки, которые имитируют резервные валюты. Это ЕЦБ, это Банк Англии, Банк Японии, ну и еще некоторые, ну Национальный банк Швейцарии, конечно. А ниже уже находятся все остальные, те, которые имитируют свои национальные денежные знаки, как перекрашенные резервные валюты. То есть Набиуллина играет на руку Соединенным Штатам? Она, собственно говоря, да, она играет на руку Соединенным Штатам. Набиуллина, она, в общем-то, управляет не центральным банком, она управляет валютным обменником. Это девушка, которая сидит в валютном обменнике, действует четко по инструкциям, которые ей спущены, банком международных расчетов и другими институциями типа Международного валютного фонда. И она даже не задумывается и не понимает, что такое настоящий Центральный банк. Понимаете? Нет, не понимаю. У нас есть ФСБ, у нас есть Бортников. Когда Сергей Глазьев, ваш коллега-академик, вот то же самое говорил Путину, Путин при нем давал поручение разобраться. Глазьев говорил еще жестче. Владимир Владимирович, сначала они скупают доллары, потом поднимают доллар на невероятную высоту, продают, покупают рубли, рублей надо все больше и больше. Приватизация еще в стране идет не остановилась. Когда они скупили рубли, они купили завод, а доллар снова опускают такие качели. Путин при нем давал поручение разобраться Бортникову. И что? Где Глазьев сегодня? Где его рассказы и доклады Путину? И Набиулина делает то же самое, что и делал... Андрей Викторович, дело в том, что в 92-м году в России произошла революция. Сразу же, как развалился Советский Союз, возник институт под названием Центральный Банк Российской Федерации. Через год появилась Конституция Российской Федерации. Статья 75-я этой Российской Конституции определяла, что есть такой, значит, институт под названием Центральный Банк. Так вот, значит, по теории разделения властей Ментес-Кье, как нас учили и до сих пор продолжают учить, есть три ветви власти. Есть законодательная власть, исполнительная и судебная. Вот. Но если внимательно все-таки перелистывать Конституцию Российской Федерации, особенно вот с нынешними дополнениями и поправками, мы с удивлением выясним, что Центрального Банка нет ни в исполнительной, ни в законодательной, ни в судебной. Абсолютно верно. Ни мышонок, ни лягушка, а неведомо зверушек. О чем это говорит? А это говорит о том, что реальная власть принадлежит не Госдуме и не правительству господину Мишустину, и уж тем более не Верховному суду и прокуратуре, Центральному Банку Российской Федерации. Я такой, извините, небольшой для зрителей сделаю ликбез. Сейчас наверняка все зрители изучали историю и знают, что в истории человечества было множество буржуазных революций. И я даже задаю вопрос о таким уже титулованным профессорам истории. Я говорю, после буржуазной революции какой создается институт власти или политический институт? Они хором говорят парламент. Я говорю, парламент это фиговый листочек, прикрывающий реальную власть. Реальная власть это Центральный Банк. Смотрите, славная революция в Англии. Банк Англии рождается в 1694 году. Значит, взятие Басилии, 1789 год. Центральный Банк Франции возникает в 1800 году. Япония, революция Мэйдзи, 70-80-е годы, 19 века. В 80-е годы, сейчас я точно не помню год, возникает Банк Японии. Российская империя, на самом-то деле в учебниках очень осторожно пишется насчет реформ Александра II, но это, по сути дела, буржуазная революция. Это буржуазная революция. Госбанк Российской империи появляется в 1860 году. Я перечислил институты главной власти и, можно сказать, единственной власти. Остальные, грубо говоря, пятые колесо в телеге. А 17-й год, как говорил Родзянко, это банковский кризис 16-го года. Революция. Ну, я могу вам даже больше сказать, что революция 17-го года была запрограммирована за 20 лет до 17-го. Ну, даже не все историки хорошо знают это событие. Я напомню, в 1897 году министр финансов Российской империи Сергей Ильич Витте продавливает, вопреки российскому законодательству, значит, принятие золотого рубля. Это называется золотая реформа. Золотой рубль. А что такое золотой рубль? Это фактически Россия, одна из последних, подключилась к системе золотого стандарта, который родился в начале 19-го века. Создали систему золотого стандарта Ротшильда в Англии. Они озолотились на наполеоновских войнах. И им надо было, чтобы золото работало. Чтобы золото работало, для этого надо было, чтобы страны приняли золотые стандарты. Там, надо сказать, монархи и премьеры не дураки были. Они никак не соглашались на то, чтобы делать свои денежные единицы золотыми деньгами. Продавили, знаете, где раньше? Продавили в Германии. Это Бисмарк. Война, франко-прусская война 1870 года была некая закулисная сделка между Бисмарком и Ротшильдом. Значит, Ротшильд сказал, мы вам сделаем второй рейх, мы соединим отдельные куски Германии и сделаем единую Германию. Тогда, вы как понимаете, Бисмарк только командовал Пруссией. Ну, а, соответственно, от Бисмарка требовалась встречная услуга. А встречная услуга, сделайте марку, пожалуйста, золотой. Но тут возникает вопрос, а откуда золото, Зин? Потому что у Германии, вот этой самой Пруссии, и Германии, которая родилась вот как раз в результате франко-прусской войны, золота не было. Так вот, на Францию наложили репарацию в размере 5 миллиардов золотых франков. Французская казна была пуста. Вот эта война ее окончательно доконала. Что делает, значит, Ротшильд? Ротшильд объявляет общеевропейский заем в пользу бедной Франции. Собирают необходимое количество золота. Это золото по договору о репарации передается Германии. А Бисмарк в 1874 году вводит золотую марку. А дальше начинается уже такой, я бы сказал, победный марш золотых валют по Европе и миру. Ну что же с нами-то будет при такой политике сегодняшней? Так вот, я хотел сказать, Россия не могла развиваться. На ее шею надели золотую удавку. Потому что эмиссия рубля зависела от золотого запаса. Я не буду сейчас рассказывать, куда девался этот запас. Но он все время испарялся, его надо было восполнять. И главным способом восполнения этого запаса стали золотые займы Ротшильдов. И Россия накануне Первой мировой войны оказалась самым большим должником по суверенному долгу. Америка была самым большим должником по частным долгам. Россия по суверенному долгу. И если бы не было 1917 года, Россию его просто бы превратили бы в полную колонию. Понимаете? Да, я, конечно, не в восторге от большевиков. Но история промыслительная развивается таким образом, что для нас это был самый лучший вариант. Все остальные были более плохие варианты. Да сейчас все в плену рубля, цены растут. Безработных посчитал Кудрин, да, аж 80 с лишним миллионов к концу года из-за коронавируса. Да и черт его знает, какая будет повторная волна. И как поведет себя вакцина. Извините, а как мы можем держать вообще валютные курсы, если, извините, капиталы гуляют через границу? Капитал пришел, капитал ушел. Приток, отток капитала, это главное средство воздействия на валютный курс национальной денежной единицы. И что нас ждет? Я не знаю, что нас ждет. Я скорее готов ответить на вопрос, а как прекратить это безобразие? А как прекратить, хорошо. Вести ограничения, запреты на трансграничное движение капитала. Каждый год Российская Федерация теряет, я это считаю, на основе платежного баланса, который готовится Центральным банком. Мы теряем примерно 150 миллиардов долларов каждый год. Вот из-за всего этого безобразия. Уходят за границу. Да, чистый отток частного капитала, значит, отрицательная сальда инвестиционных доходов. Ну вот вы знаете, это история с Кипром, да. Так на Кипр-то уходят гигантские деньги, понимаете? Гигантские деньги, которые не облагались никакими налогами. Ну я уж не говорю о том, что, значит, Центральный банк, наращивая, значит, портфель казначейских бумаг США и других стран, это же тоже инвестиция. Мы вкладываем деньги в экономику США. Это тоже, да, это тоже. Наша бедная страна. Да, так вот, извините, значит, во-первых, свободное блуждание капитала – это обескроливание российской экономики. И свободное блуждание капитала – это, значит, постоянная волатильность российского рубля. А кто дирижирует вот этими спекулянтами, которые гуляют через границу России? Ими дирижирует, прежде всего, рейтинговое агентство. А кому принадлежат рейтинговые агентства типа ФИЧ, Мудис, Стендарт и Пурс? А это вроде как частные организации. Но если вы копнете, вы выясните, что они принадлежат тем же самым хозяевам денег. А хозяевы и денег, на моем лексиконе, это главные акционеры Федеральной резервной системы США. Что будет с нашей экономикой при такой политике, в таком оттоке капитала? Полное исчезновение экономики. Поэтому надо доводить до сознания людей, что без этого мы не решим. Мы все время обсуждаем вопросы перераспределения вот этой шагреневой кожи. Она сокращается. Экономика сокращается. А мы все вот с увлечением обсуждаем, значит, где бы еще найти деньги там на индексатую пенсии. Ну, не это надо обсуждать. Нужны стратегические вопросы для обсуждения, понимаете? А стратегические вопросы для обсуждения, это запрет на свободное хождение капитала. Значит, те иностранные инвесторы, которые готовы остаться в России, пусть они работают по той же модели, по которой они работают в Китае. Ребята, вы получаете прибыль в России от своего бизнеса, реинвестируйте в Россию, не выводите из страны десятки миллиардов долларов каждый год. А политика Китая чем отличается от Набиулиной и нашей политики, нашего политика? Вы знаете, прежде всего, конечно, там сильная государственная власть. Сильная государственная власть, а если вот говорить про тот аспект, который мы сейчас с вами обсуждаем, Центральный банк Китая, он, конечно, некий гибридный институт. Он, конечно, отличается в лучшую сторону от Центрального банка, потому что он четко вписан в исполнительный ветвь власти. Он входит в исполнительный ветвь власти, он подчиняется Госсовету Китая. И, естественно, что никакие советчики из Базеля, Банка международных расчетов, или там из ФРС, или из Международного валютного фонда, это исключается. Здесь четкая вертикаль власти, которая идет от товарища Си. Вот, минус, минус Народного банка Китая заключается в том, что вот они, как страна, которая интегрировалась в мировую экономику, активы Народного банка Китая состоят в основном из валют, из валют. Гигантское количество валют. На 80% активы Центрального банка Китая еще в середине текущего десятилетия, это были валютные резервы. Но вам скажут, что китайцы тоже держат деньги, как и мы в США. Это и есть минус. В Соединенных Штатах Америки. Они это понимают. Они это понимают. Я внимательно слежу за этой динамикой. В середине десятилетия было 80% в активах. И только 20% это на свою родную экономику. Теперь уже 60-40%. Понимаете, они потихоньку... Избавляют. Но они пытаются сделать нормальный Центральный банк. Он у них пока тоже ненормальный. Я не идеализирую китайцев. Но, по крайней мере, тренд позитивный. У нас никакого тренда я не вижу. Через сколько же лет, Валентин Юрьевич, конец экономики России при такой политике? 10-5? Мне трудно сказать. Мне трудно сказать. Это, знаете, примерно как мы стоим у постели тяжелобольного пациента. Консилиум там. Но вы знаете, иногда бывает, что обещают родственникам, что пациент еще проживет там год, а он на следующий день помирает. А иногда наоборот. Смертный приговор, а пациент выживает. Тут, знаете... Ну, вот так Путин и объяснял Глазьеву. Приходишь ты, говоришь про Набиулину кошмар, через 5 минут придет Греф и будет очень убедительно, говорит, что Набиулина все делает правильно. И кому из вас верить? Ну, я вольно перестану. Кстати, Сергей Юрьевич, я с ним так общался тоже, и он мне честно признается, у меня, говорит, 5 минут общения с президентом было в месяц. А Грефы с Набиулиными, это часами, часами. Свободный доступ. Да, свободный доступ и никакого лимита времени. Вот такая вот ситуация. Поэтому, конечно... То есть мы идем к концу экономики, это надо понимать. Понимаете, нужна национализация Центрального банка. Но для этого нужна национализация власти. Я так это... Национализация политической настройки. Потому что я не буду сейчас говорить, я некоторым политикам, в том числе политикам, которые там голосуют в Государственной Думе, провожу такие ликбезы, консультации. Вот. И когда, наконец, на них доходит, что такое Центральный банк, я им еще, естественно, иствую... Лица меняются. Лица бледнеют. Я уж не буду называть имен, потому что это люди, которые на экране часто так ипозантно выглядят. Но они имеют очень бледный вид, когда они начинают понимать, с кем они имеют дело. Понимаете? Что же делать-то, Ольга Ильич? Что делать? Я думаю, что вот то, что от нас с вами зависит, это вот сеять вечное и разумное. Мы должны людям объяснять. Мы должны эти вещи объяснять. Вы знакомы с Мишустиным? Нет, я не знаком с Мишустиным. Этого не может быть в цивилизованной стране, потому что вы ученый с мировым именем. Вы знаете, на самом деле Мишустин меня, наверное, побаивается. Как Путин не знал академика Чучалина, пока журналист. То есть мы не устроили скандал. Почему же вы, Владимир Владимирович, в эпоху коронавируса с Чучалином не общаетесь? Он его принял. Причем через несколько дней. А Чучалин все ему рассказал. У нас запись осталась на канале, можно посмотреть. А про вирус. Минут 40 говорил, и Путин не перебивал. И это было видно, как расходится. И с тех пор Чучалин, он, что называется, стал известен и там тоже. Создатель инговерин. Андрей Викторович, тут на дня Госдеп подготовил доклад о пропагандистской работе России против США. Да. Ваш, Павел Чекорный слуга, три раза упомянут в этом докладе. Поэтому, я думаю, Мишустин побоится со мной встречаться. Вы там как агент мирового империализма? Ну, я как критика империализма, американского капитализма. Им в Госдепе очень не нравится то, что я говорю. Не только в Госдепе не нравится то, что вы делаете и говорите. Ну, вот я о том и говорю, что здесь побаиваются. Ну, еще раз. У вас во всем мире огромное количество и учеников, и сторонников, и последователей. И так далее, и так далее, и так далее. А теперь серьезно. Делать-то что? Тут воли не хватает. Тут капитал уходит. Миллиарды, сотни миллиардов и так далее по году. И мы говорим, что это все к концу. Экономика идет к концу. А делать-то что? У нас есть дети, внуки. Мы какую страну оставляем молодым? Ну, понимаете, каждый на своем участке должен делать то, что он может делать. Может быть, там кто-то военный. Может быть, с военным по-другому надо разговаривать. И спросить, когда ты. Все умираем рано или поздно, как военные, как любовники, как поэты. Как мы все умираем рано или поздно. Только молодым от этого не легче. Да, я понимаю. У меня уже многие спрашивают. 18-19 лет. А вы-то что ж? Где же вы-то раньше были? Поести, наверное, нечего. Это в России нечего есть, когда лес, когда реки кругом, когда рыба, ягоды. Зверя полно. Да, нечего поесть. Нечего. Нечего. Ну, я вам скажу, я с молодежью общаюсь, правда, со студенческой молодежью. Руками ничего не умеют делать. Да ладно, молодежь не умеет. Сергей Сергеевич Иванов не отрицает сегодня, что рудник Мир погублен. Тот самый рудник, вот наши репортажи о Балросе, который давал огромные деньги России. Сергей Сергеевич понимает, что его поставили не для того, чтобы они подушку безопасности делали. На руднике они 50, не 120 метров, как надо, а 50. Другая детка по фамилии Ротенберг трубу оставляет без газа. Третья детка по фамилии Рогозин-младший. Чуть воронежский завод под нож не пустил. Великую фирму Илюшина. Можно я продолжу ваш список? Прошу. Россия, значит, сегодня просела по всем показателям. Есть один показатель, по которому Россия находится на достойном месте. Добыча золота. И что вы думаете? Ведь золото действительно могло нас спасти. 1 апреля 2020 года Центральный банк вешает табличку на окошечке. Больше не закупаем золото. Больше не закупаем золото. Куда теперь идет золото? Все, золото идет в Лондон. На биржу. На биржу, да. Каждый день золото прибавляет тройская унция по 10-20 долларов. Да. И вот возникает вопрос. А тут сыграли как бы в четыре руки. Я имею в виду, Набиулина повесила табличку. Больше не покупаем. А Мишустин сказал в апреле, а мы выдаем лицензии золотодобычкам на экспорт золота. Вот и все. Но это же не заговор. А это что такое? Не знаю. Но мне кажется, это госпреступление. То, что это странно и очень похоже на преступление. Как не согласиться с вами. Но слушайте, неужели... Еще раз. Вот я немножко знаю Бортникова. Я знаю, какие решения он принимает иной раз. Как он себя ведет. Как у него кулаки сжимают. Я сейчас не работаю на микрофон. Если бы не ФСБ, у нас был бы сегодняшний ФСБ. Было бы тысячу раз больше терактов. Не дай бог мне накаркать, конечно. Но они ведь молодцы, чекисты. Да, многие ушли в бизнес. Погрязли. Там хватают за руки. Кого могут, кого не могут. Есть и пятая колонна. Есть и пятая, и десятая колонна. Сейчас ушел главный следователь. Не просто так в отставку. Генерал-лейтенант. Не важно. Все равно ФСБ как организация, слава богу, существует. И погибают мужики чекисты. Но у меня есть друзья и генералы ФСБшные, которые прошли через Чечню. И все видят, что происходит. И про тот же рудник мира, и про завод, и про золото. Почему же видят? Но не сажают. Я понять не могу. Ну ладно, одна детка прикрывается именем папы Сергея Сергеевича. Больше известен как сын Сергея Борисовича. Что додуматься надо было у 30-летнего парня, сколько там, и чуть больше, может быть, ставить на президента Алроса. Надо было сильно постараться. Но я удивляюсь другим-то генералом. У них тоже внуки, тоже дети. Ребят, ну когда о родине думать будем, а? Это же не наш бизнес с Валентином Юрьевичем, академиком, чьё имя знает весь мир. Это бизнес каждого человека. Только не бизнес. Дело. Бизнес переводится как дело. Если моё дело бить по рукам, а я про золото проморгал. Мишустин был очень благодарен, когда мы фонбет поймали. Помните список первой господдержки? Там и горный бизнес. Это мы сделали, журналист. Ну, молодцы. Если бы мы молодцы, мы правда молодцы. Белоусов делал, как всё выяснилось, откуда он пришёл на стол премьера. Можно расскажу? Первый замминистра завизировал моё предположение. Почему? А другая замминистра, её дочка была замужем или сейчас замужем за президентом фонбета. Вот и вся схема. Мишустин жёстко ударил по рукам. Звонки были с благодарностью, опять с гордостью об этом. Говорю нам, журналистам, молодцы. Если бы его пресс-секретарь снял полдвенадцатого ночи трубку телефона, когда звонил я и другие мои коллеги, BBC бы не сообщила через несколько часов. Они бы остановили этот список. Он был-то черновым. Ну, а я там взял десяток компаний с англоязычными названиями. Афинская государственная компания оказалась. А, прошу прощения, поддержка ГУМа, ЦУМа. То есть, мы поддержали Луи Виттон с Шанелью. Там много кто устремится в эту брешью. И Ксюша Собчак с крабами тоже. Всё уже забывается быстро. Но ведь Мишустин-то всех разогнал. Ещё раз. Я не поклонен, хотя он подписан на наш канал, мне говорят. Ну, неважно. Я говорю как есть. Вот я за честным. Ну, Андрей Викторович, мы учимся и других учим, как надо. Мало, если... Я понимаю, мало. Сколько вы на золоте? Сколько ваша оценка, вы академик, мы потеряли на золоте, когда на Биулину табличку повесил? Сколько мы, Россия? Вы помните, коронавируса недополучили. Отдали туда, там попёрла цена. А я вам могу вот пример. Не буду сейчас в уме считать. Возьму, скажем, отчёт Центрального банка за 2019 год. Когда цена на золото. Это ещё так очень плавно поднималось. Не резко, как сейчас. Значит, они посчитали, значит, изменение золотовалютных резервов за 2019 год. Не в результате операций, а в результате переоценок отдельных элементов активов. По иностранным валютам получилось минус полтора миллиарда. То есть, 5 потерь. На золоте плюс 16,5 миллиардов. Только на том, что вот золото дорожало. А если вы его ещё будете покупать, то это будет эффект, совершенно сумасшедший эффект будет. А что с нефтью происходит у нас в России? Ой, это тоже больной вопрос. Я готов вам доложить. Скоро сейчас говорят, что газ уже у нас не даёт никаких доходов. Одни убытки. Скоро будет такая же ситуация с нефтью. Да ладно. А я вам скажу. Это официально. Я никакой конспирологией не занимаюсь. Значит, в 2018 году был подготовлен документ под названием там что-то такое, то ли стратегия, то ли прогноз развития минеральной сырьевой базы России там до 2030 года. Вот я оттуда и беру цифры. Значит, там прямо написано, что это было ещё до коронавируса, что начнётся резкий обвал добычи нефти где-то с 2023 года. Потому что сырьевая база истощена. Ни одного нового месторождения крупного нету. Я считаю, это было преступление, когда в 2016 году мы подписали соглашение ОПЕК+. Которое начало действовать с 1 января 2017 года. Фактически мы взяли на себя обязательство снижать объёмы добычи. Дело в том, что это Сауловская Аравия может включить, выключить вентиль. А мы, если выключим вентиль, уже не включим. Это как домно. Потому что дебет скважин советских, он уже истощён. Он истощён. Всё уже. И сегодня с ужасом, значит, пытаются, значит, вот эту разверстку сделать среди российских нефтяных компаний. Вот ты должен, ты должен, ты должен сократить. И всё время они лоббируют этот вопрос наверху. Никто не хочет сокращать. Потому что это характеристь себе делать. Но это не для протокола, может быть. Особенно, конечно, у некоторых компаний типа Лукойла. У них же в основном старые месторождения. Поэтому там есть особо пострадавшие. Вот. Так что... И кто додумался подписать соглашение ОПЕК+. Михаил Леонтьев и Сечин, они много раз аккуратно об этом говорили. Ну, я не во всём с ними согласен. Но здесь-то они действительно говорят правду. Почему это правда не слышно? Почему? Министр Новак? А? Министр Новак? Да, министр Новак. Да. Я не знаю, кого он представляет, министр Новак. Но вот он подписывает всё новые соглашения. Сейчас саудовцы опять нас будут фейсом аптейвл. Министр Новак ещё года два назад очень нравился, предполагаю, я президенту России. Многие даже считали, что он премьер следующего. Вот так вот. Скажите, то, что мы вступили в ВТО, чем это закончилось для нас? Мы, Россию. Ну, я считаю... Всемирная торговая организация. ВТО самое умилительное, что в это время как раз Владимир Владимирович Путин в очередной раз возвращался в кресло президента и говорил о том, что России нужна индустриализация. Нужны структурные реформы, нужно развитие обрабатывающих... И нужно быть там, где весь мир, да. Да, но извините, если вы действительно хотите проводить реиндустриализацию страны и структурные реформы, тогда в ВТО категорически нельзя вступать. Я даже удивляюсь, мне как-то неудобно об этом говорить. В любом учебнике по истории экономики написано, что ни одна индустриализация в мире без протекционизма не была совершена. Американская промышленность родилась на протекционизме. Британская, германская. Ну, другого быть просто не может. Опять такое ощущение, что какое-то предательство. Очередное было предательство. Мы торговали нефтью. Естественно, что нефть сырьевой ресурс, который не облагается или почти не облагается никакими импортными пошлинами. Но и продолжайте торговать. И наоборот, надо выстраивать этот самый забор, таможенный забор. А вы сделали с точностью, да наоборот, убрали последнюю вещь. Ну, а сегодня вот ВТО, это одна вывеска осталась. Вы же сами понимаете. То есть Лукашенко правильно сделал, что не пустил Белоруссию в это. Ну, конечно, конечно. Дело в том, что у Белоруссии доля обрабатывающей промышленности все-таки выше, чем у России. И если бы он это сделал, это, я считаю, как характери Белоруссии. Теянович, ну вот наблюдая все эти 20 лет последних правительств, вы, ученый, еще раз скажу, человек с... А я и практик. Я 10 лет СБ проработал. Да знаю, знаю. Так вот скажите, вы встречали все-таки в правительстве людей, достойных себя, как собеседников, по интеллекту, по знанию, по государственному, как говорил Солженица, нахвату. Вот вы встречали таких людей или все ниже, 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 ниже? Вы знаете, люди... Это не для протокола, надеюсь, да? Нет, все для камеры, все для... У нас открытый канал, мы никого не боимся, слава тебе, Господи. Ну, к сожалению, я знаю таких людей, но их длительное пребывание в роли штирлицев во власти приводит все-таки к их, будем так говорить, определенной деградации. Там слишком долго находиться нельзя. Почему? Как вы думаете? Система зацеплена? Я не знаю, вот понимаете, ну, это примерно как, вы же знаете, что если поместить человека в дурдом на длительное время, то у него крыша уедет. А центральный банк, например, где я 10 лет пребывал, это дурдом. Но у меня, правда, была договоренность с Виктором Владимировичем Герасченко, когда я туда пришел, о том, что я по совместительству буду заведовать кафедрой в институте. Это спасало? Это была отдушина. А без отдушины там задохнешься. Просто... А Герасченко сегодня, я несколько раз пытался его найти, так и не знаю, что он в ужасе от всего, я знаю, он в ужасе от всего, что происходит в целом. Ну, мне трудно сказать. Не общаетесь? Не общаюсь, да. Говорят, сильно болеет. Болеет. Ну, мне рассказывали, что когда, не знаю, легенда это или нет, что когда Герасченко надела ордена и под Новый год пришел к Набиулиной объяснить ей, что какие-то вещи так делать нельзя, она его не приняла. У него прямо в приемной там и случилось. Вот так. Мне так рассказывали, не знаю, правда. Да, Виктор Владимирович в этом смысле человек другого плана. Я помню, как-то с ним ехал в лифте. Там была какая-то уборщица вообще в лифте. Он ее спрашивает по имени и отчеству и спрашивает, а как ваши дети... Дети, как он все знал. Это поразительно просто, я был поразован. Алиев был такой же, всех знал просто. Да, да, да. Так вот, я хочу сказать, эти, будем так говорить, тайные Штирлица, они, конечно, иногда просят аудиенции у меня, им необходима просто какая-то консультация. Я им рассказываю, я понимаю, что они как малые дети. Подпольным встречаетесь? Ну, так вот, знаете. С большими начальниками приезжают загримированные под женщину, да? Ну, в общем, да, знаете, как в этих самых детективных фильмах идут такие... Так все-таки, что ждет Россию? Вот что нас ждет? Катастрофа? Одним словом, если. Ну, вы знаете, Андрей... Тут самый, так сказать, полный и окончательный, или все-таки можем выбраться, если что? Я думаю, что, конечно, остается надеяться только на Божью помощь. Вот, ведь в семнадцатом году, февраль семнадцатого года ничего хорошего не предвещал. Я читаю вот воспоминания тех времен, никто не предполагал, что будет октябрь семнадцатого. Да, конечно, было тяжело, да, конечно, были ужасные двадцатые годы, там, троски и прочее, но мы же как-то все-таки из этого выкарабкались, понимаете? А ведь настроения были примерно такие же и даже похуже, чем сегодня. Даже похуже были настроения. Я еще помню своих этих бабушек, дедушек, которые рассказывали, хотя очень осторожно рассказывали, что они пережили в это время. Так что будем надеяться на Божью помощь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ